Тесла много инвестировала в свои Гигапресс и продолжает это делать. Но дают ли эти машины преимущества перед конкурентами? Тесла как компания привыкла делать большие дела, поэтому не удивительно, что Гигапресс можно найти на ее заводах. Друзья, меня зовут Андрей, присоединяйтесь к нашему каналу, я желаю вам приятного просмотра, поехали! Они огромны по всем стандартам. Гигапресс это одна из самых мощных машин для литья под давлением с усилием зажима 61 кН. Они весят более 400 тонн и требуют более 20 бортовых грузовиков для перевозки только одного пресса. Их размеры 20 на 7,5 на 6 метров. Производит их итальянская производственная группа, известная как IDRA. Компания уже несколько раз пользовалась покровительством Тесла и ходят слухи, что ей еще предстоит выполнить несколько заказов. Интересный факт, что название Гигапресс очень похоже на производную от Tesla Gigafactory. Но на самом деле это название было придумано производителем этих прессов. Тесла использует Гигапресс для изготовления шасси своих автомобилей отдельными частями. Это означает, что автопроизводитель имеет дело не более чем с тремя деталями, а не с сотни, если бы он всегда придерживался практики соединения болтов и сварки, как это делает автомобильная промышленность. Гигапресс работает так же, как и любая другая машина для литья под давлением, поскольку они используют плунжер для нагнетания горячего расплавленного металла в форму, которая будет использоваться повторно. Впечатляющая разница – это масштаб, в котором это делает Гигапресс. Для наглядности возьмем, к примеру, пластмассовую игрушечную машинку. Более дешевые обычно изготавливаются из цельной детали. Затем к ней прикрепляют колеса. Теперь представьте себе все шасси автомобиля, сделанное таким же образом, но на этот раз из металла. Шасси будет состоять максимум из трех частей, включая переднюю и заднюю части соединенные конструкции аккумуляторной батареи. Изготовление автомобильного шасси с помощью Гигапресс происходит в несколько этапов. Этап подготовки включает распыление масла в форму, что необходимо для облегчения удаления готовой основы. Это важно для того, чтобы форму можно было легко использовать повторно. Металл плавится в печи. Тесла сочетает сплав алюминия и кремния для создания своего шасси. Сплав плавится при температуре около 850 градусов по Цельсию, после чего нужное количество нагнетается плунжером в форму. После охлаждения до 400 градусов форма открывается и шасси робот перемещает в бассейн с водой для дальнейшего охлаждения до 50 градусов. Наконец шасси будет проверено на наличие дефектов, а также будут зачищены неровности. После чего все необходимые отверстия будут сделаны роботами. Так все-таки как Гигапресс сокрушает конкурентов? Гигапрессы требуют больших вложений и места для установки, поэтому Тесла должно быть увидела явные преимущества, прежде чем переходить к ним. Дело в том, что Гигапресс меняет правила игры в автомобильной промышленности. Самым очевидным преимуществом является скорость, потому что несмотря на свои огромные размеры, они работают очень быстро. Согласно спецификациям производителя Гигапрессов, алюминиево-кремниевый сплав может превратиться из расплавленного металла в шасси менее чем за сотню секунд. Это головокружительная скорость, если сравнить ее со всеми этапами и трудозатратами, необходимыми для изготовления и последующего скрепления более 100 деталей. По словам гендиректора Тесла Илона Маска, переход от 70 деталей к одной гигантской детали значительно упростил линию по производству кузовов Тесла, устраняя необходимость в около 300 роботах. Это также улучшает качество, делая тело более последовательным без всех переменных, связанных с выстраиванием множества различных частей. На этом у меня все, дорогие друзья. Спасибо, что досмотрели этот выпуск до конца. Обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и нажимайте на колокольчик. Обязательно делитесь своим мнением в комментариях и подписывайтесь на все наши полезные ресурсы. Ссылки вы найдете в описании. Ну а я буду с вами прощаться. С вами был, как всегда, Андрей. Всем отличного настроения, друзья. До скорых встреч.